Мы уже много раз говорили, что в Marvel продолжаются серьезные внутренние проблемы, в то же время, правда, некоторые участники данной франшизы, кажется, продолжают жить в каком-то своем выдуманном манимерке. Так, например, звезда фильма Шан-Чи Симу Лю призвал недавно поскорее создать вторую часть данной истории, да и вообще сделать все, чтобы не похоронить супергеройский жанр, но не потому, что у данного жанра есть сотни миллионов поклонников, не от того, что эти фильмы дают работу десяткам тысяч людей, и не из-за того, что лично Симу как-то сильно любит Marvel, а от того, что оказывается это важно для цветных людей. Да и вообще, падение MCU это, скорее всего, следствие расизма. Аргументация, конечно, уровень бог. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, что мы помним о фильме Шан-Чи и Легенда Десяти Колец? Это кино вышло в прокат в начале осени 2021 года и в целом получило крайне благосклонные отзывы, хотя, правда, при этом не сказать, чтобы заработало много денег. Ведь, имея бюджет в размере порядка двух сотен миллионов долларов, сборы Шан-Чи оказались на уровне 430 миллионов, что позволило новинке плюс-минус выйти в ноль. Тем не менее, главный актер этого фильма, Симу Лю с момента выхода первой части, время от времени муссирует тему продолжения сиквела и так далее, даже при том, что до сих пор у нас нет официально подтвержденной информации, что вторая часть снимается или что она когда-то начнет сниматься. Да и с теми результатами, что были у первого фильма, вряд ли, особенно сейчас, кто-то в Marvel на это пойдет. Тем не менее, сам Симу Лю недавно отметился очередными перлами. Ведь, снова начав качать тему супергеройки и, конечно, сиквела Шан-Чи, актер договорился до того, что оказалось, мол, чуть ли не главное призвание супергеройки – это создать комфортную среду для небелых актеров. А упадок данного жанра сейчас – это, возможно, как раз-таки следствие злых расистов. Слушаем. Признав, что он беззастенчивый фанат фильмов о супергероях, Симу Лю заявил, что понимает всеобщее недовольство по поводу чрезмерного использования компьютерной графики, но подчеркнул, что кино по комиксам – одно из немногих мест, где цветной человек может быть главным героем. Он продолжил. Научная фантастика и фэнтезийные фильмы просят нас представить мир, в котором возможно все. Итак, я надеюсь, что этот жанр сохранится и выживет, ведь именно здесь цветные люди могут чувствовать себя максимально комфортно. А еще да, нам нужно дать людям продолжение, добавил актер. Также он дал понять, что в целом это, конечно, не факт, но, возможно, падение интереса к супергеройке связано с тем, что как раз-таки белые актеры начали терять лидерство в этих фильмах, а это вызвало недовольство у публики. Как пример, Симу назвал фильм «Мстители эндгейм» с его ужасно белым актерским составом, который, тем не менее, стал самым кассовым фильмом всех времен, пока его, правда, снова не обскакал аватар, но это не так важно, ведь по мнению актера, ну, по крайней мере, как получается из его слов, именно когда в Марвел наконец-то поняли, что нужно диверсифицировать свой состав супергероев, после этого часть токсичного фэндома начала отказываться от супергероики, что привело к тому, к чему привело. Довольно-таки неоднозначное заявление, хотя части, кстати, как ни странно, я с ним могу согласиться. В каком контексте? Нет, не в смысле токсичного фэндома и всех этих высокопарных занудных фраз, а в смысле того, что да, действительно, пока боссы Марвел и Дисней не начали мутить воду, все в киновселенной в их было нормально. Зато как только после эндгейма мы увидели, как один за другим уходят любимые персонажи, рушится привычная киновселенная, а ей на смену быстро спешат внедрить всяких там шанчи с вечными, которую, увы, ни те, ни другие не получили широкого успеха у аудитории, да сразу после этого дела пошли в криф и в кось. Но, как по мне, это не повод, чтобы говорить о злых зрителях и прочем, просто люди не любят, когда что-то, к чему они уже привыкли, что успели полюбить и так далее, когда это вдруг берут и меняют до неузнаваемости одним махом. Да, они теряют интерес, а дальше все растет как снежный ком. Что же касается аргументации, мол, супергеройка важна, потому что там не белые актеры и актрисы могут самореализоваться, опять-таки, это, мягко говоря, довольно-таки узколобый подход. И довольно потребительский, когда все сводится к одному единственному аспекту, выгодному именно тебе. Ну, как пример, можно снова вспомнить о том, как создательница сериала Мисс Марвел, в которой ввалили кучу бабла и который не дал и близко той отдачи, на которую рассчитывали в Марвел, принеся в том числе убытки. Так вот, когда создательница этого сериала яростно призывала людей долбить Кевина Файги и просить продолжения, ну, то есть, просто дома хотела снова трудоустроиться еще разок. А сколько на этом потеряет Дисней или Марвел, ее вообще не волновало. В случае же Симу Лю, его фильм, конечно же, был получше, чем Мисс Марвел, но все равно, рассказывают, что чуть ли не главная и основная цель целого огромного жанра супергеройки это трудоустроить небелых актеров, это довольно странно. Как и говорит, что люди вот прям именно поэтому перестали смотреть данное кино, что в нем стало больше темнокожих или азиатов. Ладно, хватит, наверное, с этим. Если кому-то есть что добавить, пишите ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал и, конечно, переходите в нашу телегу. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.